Решение уравнений Итак, определение Корнем уравнения называют то значение неизвестного При котором это уравнение обращается в верное равенство Давайте посмотрим Лучше вспоминать, решая Итак, решим уравнение Самое простейшее уравнение 4х равно 12 Здесь у нас присутствует неизвестное х Что мы с вами видим? Мы видим произведение 4 умножить на х равняется 12 То есть мы должны найти неизвестный Самножитель Так мы с вами и решали прежде уравнение 12 разделить на 4 Это будет 3 Мы нашли неизвестный самножитель Проверяем 4 на 3, 12 И далее Минус 5х равняется 2,5 Данное уравнение Данное выражение тоже будет Равенство решат Являться уравнением Опять же, неизвестный самножитель Чтобы найти неизвестный самножитель Произведение делится на известный самножитель Производим вычисление И находим, что 0,5 Это у нас будет корень данного уравнения Давайте пойдем дальше Итак, возьмем, сравним два уравнения Первое уравнение У минус 2 равняется 4 Второе 8 умноженное на скобочку У минус 2 равняется 32 Из первого, второго уравнения Чтобы получить Да, вот вопросик у меня стоит Нужно просто-напросто Домножить на 8, правда? Левая и правая части Умноженное на 8 Итак, если Если Мы посчитаем таким образом Корень уравнения И первого, и второго Мы придем к одному и тому же корню Да, у будет равняться 4 Плюс 2 То есть получаться 6 И в первом, и во втором уравнении Отсюда мы делаем вывод Что если Прибавить Извините Левую и правую части Умножить на одно и то же число То корни не изменятся И появляется правило Если обе части уравнения Умножить или разделить на одно и то же число Неравное 0 То корни уравнения не изменяются Далее давайте посмотрим Решить уравнение Теперь такое уравнение решаем Да Более сложное 7х равно 19х Минус 48 У нас сразу Ведет заблуждение А как же тут работать 7х Слева и справа Есть неизвестные Мы не привыкли к такому Так вот Нужно Так, чтобы Все неизвестные оказались С одной стороны А известные с другой стороны То есть 7х и 19х Должны оказаться Рядышком То есть Представлять из себя Сумму И Мы это будем делать С левой стороны Для того, чтобы Ничего не изменилось Уравнение Мы не нарушили Его Суть Мы и левую И правую часть Прибавляем Минус 19 Смотрите И с левой И с правой стороны Мы прибавляем Минус 19 Вот оно И у нас Образуется такая сумма Слева прибавили Минус 19 Получилась такая запись И справа Вот Минус 19 Обратите внимание Здесь Минус 19 Так и останется Это сумма 7 плюс Минус 19 Да От большего Отняли Меньше И поставили Знак Большего Получилось 12х Это мы научились Делать А вот С правой стороны Мы имеем Плюс 19 И минус 19 19х 19х Отнять 19х Получается 0х 0 мы не пишем И у нас остается Только минус 48 Обратите внимание Да Остается Минус 48 Минус 12х Равняется Минус 48 Чтобы найти Неизвестный Сомножитель Как мы уже С вами определяли Мы будем Минус 48 Делить на Минус 12 Получится Х Равной 4 Мы нашли Корень данного Уравнения Так что Из этого Следует А из этого Следует Еще одно Правило Корни уравнения Не изменяются Если Какое-нибудь Слагаемое Перенести Из одной части Уравнения В другую То есть Мы к левой И правой части Как бы Прибавили Одно и то же Число Так Мы просто-напросто Могли бы Взять И Перенести Минус Получилось так Что мы Минус Смотрите 19 Перенесли В левую Сторону И при этом Изменили Знак На противоположный Было Плюс 19 Получилось Минус 19 Не надо Вот эти Выкладки Никакие Делать Мы просто-напросто Можем 19х Перенести На другую Сторону При этом Изменив Знак Итак Запомним Давайте В уравнение Мы можем Перенести Любое Число Неизвестное Или Известное На другую Сторону Относительно Знака Равно Относительно Знака Равно При этом Должны Что сделать Изменить Знак Вот Равно Да Как бы Рубежно С вами И минус 19 Перенесли На другую Сторону И получили Вместо Плюса Минус Итак Наше С вами Еще одно Правило Гласит Корни Уравнения Не изменяются Если Какое-нибудь Слагаемое Перенести Из одной Части Уравнение В другую Изменив При этом Знак Давайте Запомним Это Ну и Далее Проверим Является ли Число 6 Корнем Уравнения Это у нас В качестве Закрепления Уравнение Одно Уравнение Второе Давайте Посмотрим Первое Уравнение Второе Уравнение Да Мы с вами С вами Уже Рассматривали Эти уравнения Мы Левую Правую Часть Умножили На 8 И Получили Вот такие Вот Выражения Здесь Получилось 6 И Второе Так же Само Мы Начинаем Выполнять Действие Левую Правую Часть Разделили На 8 Получили Уравнение Аналогичное Первому И нашли Корень Уравнения Так же Само Как В первом И он Будет У нас Равняться 6 То есть У равен 6 И далее Давайте Вот еще Что усвоим Для себя Уравнение Уравнение Читаю Так Вот это Уравнение И Читаем Сумма Минус 7 7 У И 9 И 9 Равна Суме Минус 8 У И Минус 3 Корень Это уравнения Число Минус 19 Внимание Что Вы Должны Запомнить Прещение Уравнения Название Боков XY И Z Будет У вас Еще Попадется Мужского Рода А название Остальных Латинских Боков Среднего Рода Ну вот и все Желаю Успеха Всего Доброго